Намасте! Всем привет! Сегодня я хочу для вас записать короткое видео про маричасану A и маричасану B. Эти асаны вызывают некоторые вопросы у практикующих, поэтому давайте рассмотрим их подробнее. Сначала мы выполняем все на правую сторону. Левая нога у нас вытянута вперед, а правая колена согнута и смотрит вверх. При этом правая стопа находится на одной линии с правым бедром. Посмотрите, нужно вытянуть ногу чуть-чуть в сторону. Тогда это поможет нам опускаться вперед легче. Нашему корпусу будет для этого место и пространство. Поэтому, пожалуйста, не лепите ногу близко. Откройте стопу. И ваша стопа должна быть параллельна по внешнему краю коврика. То есть вы как будто немножко косолапите. Заводите свой большой палец немного вовнутрь. По внешнему краю стопы мы отмеряем. Хорошо? Окей. Вытягиваем вперед. Хорошенько прям вытяните всю спину, грудь и толкните чуть-чуть больше вперед. Правой рукой мы обнимаем правое бедро. И проверьте, чтобы вот это пространство между подмышкой и бедром было как можно меньше. Прям старайтесь прижимать как можно глубже свою подмышку к своему бедру. Руки мы стараемся собрать сзади в замок за спиной. И посмотрите, мое левое плечо уходит и открывается. Это не очень правильно. Нам нужно вернуть плечи в положение, когда плечи равны друг другу. Хорошо? И делая вдох, на выдохе мы опускаемся вниз. Проверяйте, что на выдохе ваш живот подтягивается вовнутрь и поясница вытягивается еще чуть глубже вперед. Конечно, ваша правая ягодица будет отрываться от коврика. Это не страшно, но мысленно мы направляем свое правое бедро вниз к коврику. И вытягиваемся вперед, насколько нам позволяет наше вытяжение. По возможности старайтесь опустить свой подбородок себе на голень и смотреть вперед на большой палец, вытянутый вперед ноги. Я покажу сбоку. Смотрите. Мы сгибаем правое колено, расправляем его чуть-чуть в сторону, вытягиваем спину, обнимаем свое бедро. Хорошенько сжимаем правой рукой правое бедро и заводим левую руку сзади. Проверьте, что по возможности вы держите правой рукой левую кисть. При этом не делаем никаких мудр. Или рука в кулаке, большой палец лучше внутри, или рука свободно прямая. Вытягиваясь вперед, проверьте, что плечи ровные, носочек левой ноги мы натягиваем на себя. И наклоняемся как можно глубже вперед. Тянемся вперед и смотрим вперед. Подбородок стараемся опустить как можно глубже и ниже. Хорошо. Конечно, мы мысленно все время направляем правый таз вниз на коврик. Но не бойтесь, если он будет отрываться. Хорошо. И Мари Чиасана Би – это второй вариант. Он более сложный, потому что он включает в себя полулотос. Полулотос мы начинаем с левой стороны. То есть мы левую ногу сгибаем в колени и опускаем на переднюю часть правого бедра. И чем глубже к сгибу тазобедренного сустава будет ваше колено, тем лучше. То есть если ваш лотос примерно вот такой, посмотрите, колено моё открыто, таз у меня развернут, то тогда ваша Мари Чиасана Би будет не очень глубокой. Вам будет больно в колене, когда вы согнете свою ногу. И посмотрите, что происходит. Это такой неполный вариант, и я уже чувствую напряжение по внешнему краю коленного сустава. Поэтому вам нужно как можно глубже завернуть свою стопу, чтобы колено по возможности смотрело вниз. И только тогда мы сгибаем правую ногу и вновь правая нога. Посмотрите, у меня не по центру. Мы её раскрываем в сторону. И колено левой ноги опускается вниз. Хорошо? Мы снова вытягиваемся и снова обнимаем себя. Выравниваем плечи. И вытягиваем подбородок вперёд. Вперёд, вперёд, вперёд. Насколько получается глубоко. Хорошо. Если возможно, пока у вас нет этого положения в колене, но такое часто бывает, потому что это достаточно глубокая работа в тазобедренном суставе, что вы можете сделать? Вы можете остаться просто в позе четвёрки или фламинго и работать над раскрытием своего тазобедренного сустава. Положить ногу в четвёрку, обнять своё колено и остаться здесь, просто наблюдая за тем, как вытягивается бедро и раскрывается таз. Вы даже можете для облегчения и глубокого вытяжения лечь и почувствовать, тянуть ногу на себя и почувствовать, как раскрывается таз, мягко вытягивается. Хорошо. Или же вы можете просто скрестить свои ноги, так, чтобы ваша правая пятка поддерживала голень вашей левой стопы. Хорошо. И здесь вы уже можете вытянуться. То есть вы выбираете вариацию выполнения асаны облегчённой, отталкиваясь от того, что вам сейчас больше нужно, над чем больше работать. Над тем, чтобы хорошенько сжимать своё колено и вытягивать позвоночник, или над тем, чтобы работать больше над своим тазобедренным суставом. Хорошо. Если у вас есть ещё какие-то вопросы по маричи асане, вы, пожалуйста, задавайте, спрашивайте в комментариях под этим...